Успехи в управленческой деятельности мэра Бельс Рената Усатова стали объектом изучения для некоторых политологов из Соединенных Штатов Америки. Один из них Митчелл Оренштайн, профессор Пенсильванского университета, прибыв в Бельскую примарию с рабочим визитом. Здесь ученый ознакомился с тем, как Ренат Усатый, примар города и лидер оппозиционной партии, справляется с управлением одним из крупнейших городов страны. Американский политолог узнал от представителей местной публичной администрации о негативном влиянии со стороны центральных властей, которое мешает развитию города. Мы то и дело сталкиваемся с проблемами бюрократического характера, которые нам навязываются лицами, занимающими ответственные должности. Ярчащий пример местный представитель правительства, который одновременно является и начальником Бельского территориального офиса госканцелярии, и представителем территориальной организации Демпартии. Профессор Пенсильванского университета был неприятно удивлен тем, что Ренат Усатый подвергается преследованию властей за свои политические взгляды. Более того, американский политолог подчеркнул, что в истории местного публичного управления это исключительный случай, когда руководству города приходится управлять им на расстоянии. Это исключительный случай среди многочисленных аспектов политики в Молдове, которые отличаются необычностью случаев Рената Усатого. Это очень удивительно для нас, чтобы мэр не проживал в городе, которым управляет. Конечно, это очень интересный эксперимент. Можно увидеть, как работает этот метод. Я удивлен. Я впервые в таком городе и при таких обстоятельствах. В то же время профессор Митчелл Оренштайн отметил, что его визит в Молдову – шаг к написанию книги, в которой он намеревается провести параллель между геополитической обстановкой в Молдове и тем, что происходит в других странах постсоветского пространства. Я намереваюсь написать книгу, в которой проведу параллель между геополитической ситуацией, сложившейся в Молдове, и той, что наличествует в Белоруссии и в Украине, а также ситуацией в других странах постсоветского пространства. Эти страны находятся в центре влияния как России, так и ЕС, и часто не по своей воле. В результате эти страны страдают. Я постараюсь отразить в своей книге различия между этими странами и то, каким образом эти конфликты происходят в разных странах и даже в различных городах одной страны. В частности, как геополитическая ситуация влияет на людей, живущих в этом регионе. Митчелл Оренштайн является профессором в области политики Центральной и Восточной Европы департамента словистики Пенсильванского и Гарвардского университетов США. Продолжение следует...